Сахал ведет бои с Хамас в центре города Газа после его штурма. В результате новых израильских воздушных атак по южным городам Анклава погибли десятки людей. Власти Германии согласовали новые меры по ограничению миграции. Шольц изучит возможность рассмотрения заявлений о предоставлении убежища за рубежом по примеру Италии. Во французском Паде-Кале затоплены десятки населенных пунктов. Риск наводнения из-за сильных дождей сохраняется в нескольких департаментах страны. Израильские войска ведут бои с Хамас в самом центре города Газа после его штурма с севера и юга. Армия обороны Израиля начала скоординированную операцию на суше, в воздухе и на море. Главная цель – полное уничтожение Хамас как лидеров движения, так и его военной инфраструктуры, а также освобождение заложников. Пример-министр Бен-Имин Нитаньяху посетил военную базу, где поприветствовал израильские войска, заявив, что их действия после нападения боевиков в Хамас 7 октября были феноменально успешными. В результате новых израильских воздушных атак по южным городам Газы, Хан Юнису Рафаху и Дейр Эль Балаху погибли десятки людей. Авиаудары продолжают уничтожать целые городские кварталы по всему Анклаву. Причем южная часть осажденной территории также подвергается бомбардировкам, несмотря на приказ Израиля населению эвакуироваться туда с севера. По данным палестинского Минздрава, число погибших превысило 10 300 человек, две трети из которых женщины и несовершеннолетние. Между тем, поступающей помощи в сектор по-прежнему недостаточно. Во вторник Международный комитет Красного Креста сообщил, что гуманитарный конвой из пяти грузовиков и двух автомобилей организации подвергся обстрелу в районе города Газа. Как утверждается, колонна перевозила жизненно важные медицинские материалы для медучреждений. После инцидента конвой изменил маршрут и сумел доставить помощь в больницу Альшифа. Красный Крест не уточнил, кто и откуда атаковал автоколонну. Продолжение следует... Среди футболизации на 4 новенька, что украинские силы отбраны в русском Асколд-миссии, а крокер-класс Крест, что русский Блэк-Си-Флит, launched в 2021 в Заливе в Керч, east из Кримея. В последующем информации, Украинский Дефенс Минздравы, что украинский депрессор, что украинский депрессор, как прежде всего украинские, локринские, 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 локринские. will likely cause Russia to consider relocating farther from the front line, delaying the delivery of new vessels. After a series of Ukrainian attacks in September, Russia has been relocating some naval ships from the main base in Sevastopolin and Crimea further east to Novorossiysk. There it is in Russian Krasnodar region and to another location in southeastern Crimea to Feodosia. There it is. The two ports are on both sides of the Kyrgyz Strait, connecting eastern annexed Crimea with the Russian mainland. Kansler Germany Olaf Scholz и руководители 16-ти федеральных земель согласовали новые меры по ограничению миграции. Одним из главных спорных вопросов были расходы на содержание просителей убежища. Федеральное правительство согласилось внести в это больший вклад. Федеральное правительство согласилось в том, что мы не сможем уничтожить, Это невероятное предположение, что миграционные обходы с странами, с транзитными странами. Мне нужно сказать, что фирма Эди Рамс на тьмарвешье не павлевшим. Не павлевшим, потому что Эди Рама является криуминстром в этом даркомптаре и является готовым к фирмамам. Еврокомиссия заявила, что запросила у Италии подробную информацию о соглашении. Однако оно, по ее словам, не похоже на договор по мигрантам подписанные между Великобританией и Руандой. Который вызвал критику европейцев. Премьер-министр Португалии подал в отставку и президент уже объявил, что принял ее. Антонио Кошто покидает правительственную резиденцию после утренних обысков во дворце Сан-Бенту и в других местах. Они проводились в рамках расследования прокуратуры по делам, связанным с правительственным управлением, проектами по добыче лития и водорода. Пример подозревается в торговле влиянием и коррупцией. Пример. 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 Палoper. Каждый год, развития Coven scene жировывызрами. повествует о самых темных сторонах жизни супружеской пары. Героиню играет немецкая актриса Сандра Хюллер. Она претендует на награду в категории «Лучшая женская роль». Яркой лентой уходящего года стала картина Джонатана Глейзера «Зона интересов», леденящая душу фильм об обычной жизни «У ворот ада». В центре повествования семья коменданта Освенцима, чье благополучие построено на ограблении и убийстве. За игру в этой картине на приз в номинации «Лучшая женская роль» также претендует Сандра Хюллер. Среди других фильмов, участвующих в конкурсе, ленты «Зеленая граница». Драма Агнешки Холланд о беженцах на границе Польши и Беларуси произвела большое впечатление на Венецианском кинофестивале. Фильм получил специальный приз жюри. За главный приз Европейской киноакадемии будут бороться еще две ленты. «Опавшие листья» финского режиссера Аки Каури-Смяки, поэтичная нежная комедия о паре, который ищет и в конце концов находит любовь. И фильм итальянского режиссера Матео Гароне «Я капитан». Это история двух сенегальских подростков, пересекающих пустыню и Средиземное море, чтобы осуществить свою мечту.